Наши голуби оказались их ястребами, наши антивоенные спикеры оказались по большей части спикерами проукраинскими, а не спикерами антивоенными, потому что когда речь заходит о войне, когда речь заходит о правилах ведения войны, когда речь заходит о гибели мирного населения в секторе газа, оказалось, что все эти аргументы, которые они использовали против России, они оказались невалидны по отношению к жертвам в секторе газа. В общем, это тоже что-то, о чем я рекомендую задуматься и выработать свое отношение к этим людям. Здесь, наверное, самый яркий пример — это Тамара Эйдельман, которая буквально объяснила, что она жаждет мести, ей, конечно, стыдно, но она все равно жаждет мести, но в подобном же ключе высказались и большинство других антивоенных спикеров. В общем, это по-настоящему какая-то новая искренность. Больше всего вы можете понять о людях, когда с них спадают маски, когда затрагивается их специальный интерес, и вот их специальный интерес оказался в этой небольшой части света. «Очень хочу пожелать всем нашим солдатам, всем резервистам, всем добровольцам удачи. Пожалуйста, останьтесь целыми и невредимыми», — сказал Андрей Макаревич и объяснил, что во время войны он хочет быть вместе с Родиной и вместе с Израилем. Последние недели группа «Машина времени» путешествовала с гастролями по Европе, которые, по слову Макаревича, нельзя было прервать. Вчера коллектив отыграл последний концерт, после чего Певет записал видео с поддержкой Израиля и заявил, что вернется в страну в ближайшие дни для поддержки армии. Удивительно, как человек способен начать говорить в категориях Родины о стране, в которой он только что прибыл. А где же Андрей Макаревич жил, где он делал карьеру, это все была не Родина, это все было что-то совершенно иное. И вот эта разница в отношении и к людям, мы помним, как Андрей Макаревич обвинял людей, точно так же, как сегодня в правительстве Израиля обвиняет гражданских лиц, живущих на территории сектора ГАЗа, в том, что они виноваты, что не свергли Хамас. Такой же риторики Андрей Макаревич придерживался, когда комментировал оставшихся в России людей. Но вот Родина, Родина у него оказалась где-то совершенно в другом месте.